Давайте вернёмся к Есенину и к программе. Как ты думаешь, чем связан такой всплеск какой-то сегодня интереса к его творчеству? Памятники ставят, вот у нас памятник поставили, музей открывают, фильмы снимают, да? И как ты относишься к фильму, где Безруков сыграл Есенин? Мне очень понравилось, очень чётко и весьма... Ну, мне единственное, что мне очень понравилось, это вот когда они начали в политику влезать. Ну, во-первых, мы точно знать не можем этого всего. Мы можем точно знать, что он писал, как это можно трактовать, потому что он был очень чётким по этому, и за его стихами не было какой-то такой особой подложки. То есть у него были чёткие стихи и очень ясные, и очень критические, самокритические. А вот что связано с политикой, мы об этом точно знать не можем. Вообще наши исторические вот эти архивы, они до сих пор нам всю истину не могут рассказать, и поэтому я пока бы с политикой здесь бы поосторожничал. А вот сам образ сыгранный Сергеем Безруковым очень даже неплохо. Почему сегодня это вдруг стало так неожиданно интересно для широкого строка? Дело в том, что в основном Сергей Есенин издавался в сборниках как человек... Я поэт Русь бревенчатая, берёзка моя, женщина моя любимая и так далее. И когда более-менее стали люди открыты быть, стали выходить стихотворения, связанные с его тёмными сторонами, где он ощущал напряжение внутреннее, как он с ним боролся и почему это возникало. И он открылся нам на сегодняшний день как человек, не имеющий, так сказать, за спиной камня, или как это говорится, да? Камня за пазухой. Да, то есть открытый, надёжный, свободный человек, никогда не врал и относился к себе очень самокритично. Людям это нравится. Раньше этого о Сергея Есенина не было сказано. То есть это было в какой-то теме, кто знал. Но в основном мы все знали о том, что он про Берёзки говорил. Хотя я большой этого всего противник, никакого отношения к Берёзкам не имел. Он был очень и очень одарённый психолог. И писал свои стихотворения, произведения о том, откуда и почему возникают проблемы внутреннего и внешнего мира. Это очень важно. Но многие люди до сих пор его считают, что он всего лишь поэт Русь бревенчатая. В чём себя сами сильно обкрадывают. Берёзки Мне грустно на тебя смахлеть. Берёзки Какая боль, какая жаль, знать только им, валая медь, нам в сентябре с тобой насталось. Чужие губы Был разнесен твое тепло и трепет тело, как будто дождик моросит. Слушай, немного мертвей Что вот общего? Почему Инна Есенина? Вы читали стихотворение Инна Есенина? Да, конечно, конечно. Знаю на поэт много. Вот это про меня. Все Все Хорошо, монолог Стойте две секундочки буквально. Просто я человек, вы сейчас два поэта схлестнулись, я человек от поэзии далёкий. Для меня Есенин есть два Есенина. И романтичные, где в Персии такие точно куры, как у нас Соломины. И другой Есенин совершенно Я имею ввиду те стихотворения, все про меня, которые касаются психологии. Естественно, про Русь бревенчатую и про какие-то ещё вещи, да, это меня, конечно же, не касается. А Кабацкая Москва, допустим, это же немножко другое. Я был великим психологом и очень чётко с помощью своей самокритики, обращаясь к самому себе, находил именно те точки, которые являются основами основ. То есть откуда скользит одиночество, радость или наоборот любовь всего мира, именно в этих строчках, где есть великая психология, это про меня. Вот так же цветёт вина, и от шума, как гости сада. Коль нет цветов среди зимы, так и грустить о них не надо.